Небольшой подкаст к теме похудения. Мы разбирались с вами в медитации, энергопрактике и затыке на пути повышения вибраций. Сейчас разберем немножко в теме похудения. Когда вы через медитацию работаете со своим телом, тело меняется. И случится такая штука, что вам будет хотеться кушать то, что раньше вы не ели. Например, в свое время, когда я практиковал рациональное питание вместе с энергопрактиками, мне хотелось пить 40% сливки. Это не совсем понятно и логично, но мне приходилось пить, потому что организм хотел. Поэтому у вас тоже может быть такое. Это один аспект. То есть чувствуйте организм, слушайте его и давайте ему то, что он хочет. Второй аспект. С повышением вибраций, духовных, энергетических вибраций, рацион будет меняться. Это 100%. Это не 99% и не 98%. 100%. Кто-то откажется от мяса. Это не догма. Это не обязательно, я не призываю вас. Но я замечаю это за многими людьми, кто практикует духовные практики. Кто-то переходит на вообще безмясную, безрыбную, безяичную диету. То есть чисто сыроедение. В данном случае нужно быть очень аккуратным, осторожным. Тут нужно целое исследование по своему телу. Постараюсь записать отдельно ролик по сыроедению. И следующий аспект. В повышении вибраций меняется рацион. Если в старых энергиях человек ел и у него повышался вес, то сейчас, перейдя на здоровое питание, занимаясь энергопрактиками, человек может есть и у него вес будет понижаться. Потому что он ест правильную пищу, правильный метаболизм, в правильные места ее перенаправляет, а не в загашники. И, соответственно, все системы начинают гармонично работать. То есть суть медитации – переход к гармоничным потокам энергии, и не только, в том числе и метаболизма, и всяких аминокислот и прочего внутри тела. Помимо физических изменений в организме, есть изменения психологические. Если раньше вы переедали от какого-то стресса после шести, или в принципе переедали, то сейчас за счет работы здоровых программ и за счет нейтрализации нездоровых программ вы более устойчивы к стрессу. Возможно, вы вообще научились его преобразовывать в энергию. Мы тоже, кстати, этому обучаемся в тренинге. Если кому-то важно получить материалы, заходите по ссылке, скачивайте, делайте медитации и поработайте над своим телом в сторону улучшения. Еще один аспект, помимо стресса, я вспоминаю сейчас одну историю. У меня ученица перешла на сыроедение. Напоминаю, что здесь очень важно себя исследовать, прежде чем такой шаг сделать. Ну, она приняла решение, изучила этот вопрос. И, казалось бы, на сыроедении тело должно худеть. Но не всегда так. Если вы энергетически подпитываете организм, правильно питаетесь, ведете правильный режим, тело может набирать вес. И у нее как раз такое произошло. То есть она была худышка, перешла на сыроедение, практиковала энергетические практики и начала набирать вес. И достигла своего, ну, как бы нормального для нее веса. Вот такие маленькие зарисовки из нашей жизни, жизни энерготерапевтов, энергопрактиков, медитаторов. Возможно, они вам помогут в будущем, когда вы будете менять свое тело в лучшую сторону. Подписывайтесь на марафон. Будьте здоровы. До встречи в следующем эфире. Пока.